Театр телеи в аэропорте Баган Пиши немножко аэропорта Вот стойки регистрации Вот там наша стойка Люди просто берут вещи и несут их в самолет Руками Кладут на тележку и толкают ее вдвоем Сейчас полетим в Мандалай Город с волшебным названием Еще немножко и мы будем Имли на озере И потом домой С чем ассоциируется название Мандалай? А ты меня называл уже золотой пагодкой на видео? Нет, это моя золотая пагодка Короче, мы в Мандалае На нас сейчас напали таксисты Наступил мне на ногу Три человека тащили на скотной стоите А три человека тащили на здоровой стоите Он мне на ногу не извинился Их, мальчики Ну ладно, легкий он Вот видишь, старается Такое наступит, в принципе, не страшно В общем, мы едем в отель Сейчас посмотрим В отличине город Он должен быть большой Культурный Все дела Посмотрим Поехали к нашему отелью О, вот наш Едонаргон Спасибо До свидания Покажи эту резервацию Вот такой номер у нас в Мандалае Ну а так достаточно мило, все чисто, хорошо Это я Лила Лаковлев Отель решил Тепло поприветствовать Тепло поприветствовать Но мое имя написали вот так Лила Лаковлев Лаковлев Вообще лак А чего они? Да ничего Что воспользуемся ихним VIP-сервисом? I have no money Вид нормальный Ну хоть на город Как аборт, только уж есть Мы решили покушать в отеле По-моему, идти во дворец Поднялись на крышу Такой милый ресторанчик Смотрим на вид Мандалай Да, мы почти в центр находимся Где-то здесь Королевский дворец Но мы его не видим Может на с той стороне Вообще горы сам по себе выглядят вот так Вот такая маленькая Индия Так А вот gate open now What do you want to do? 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 Enter вход This is the only entrance This is enter This is the only entrance Thank you Thank you Раз, сколько-то лет Проверять Смотрите Если там масло есть Значит все хорошо Если масла нет Значит все плохо Вот И там 50-60 лет Обнаружили что масло Вдруг засудок высохло Астрологи сказали Это очень плохо Что нужно короче Принести В жертву То мужчин То женщин То иностранцев То Каких-то бандитов В общем То детей Что-то там Ну в общем Всех постов Вот Ну в общем они решили Что надо жертвы где-то найти В лорде началась паника Она вот начала отсюда Убегать Тогда уже была Как ну Великобритания Тут в качестве колонии Она видимо Еще эту область Как-то не Полонизировала Но она уже здесь была В Вирме И в общем Началась паника Все разбежались Но в итоге все равно 100 человек где-то они нашли Одних каких-то И все равно их куда-то замуровали Вот такая вот история Кстати вот эти 53 человека Или так 52 Это все-таки преступники Были Которые там были Приговорены Да Поэтому ну не все так уж плохо Вот там дворец Это стены Когда-то это был закрытый город То есть сюда нельзя было зайти Вообще в принципе Обычным жителям Вот Сейчас можно зайти Но Я читала то что вот Там нельзя Например на некоторые На некоторые ступеньки На некоторые башни подниматься Сразу вылазит Чувак с автоматом Он говорит ну как кыш Ну понятно Потому что здесь до сих пор Резиденция видимо Каких-то местных Ну а ты думаешь там Фотографировать в принципе можно Если там как военный объект Нет? Да можно наверное Ян мне нельзя фотографировать Военных А военные объекты Все Могут депортировать Это как бы сейчас Это вот сейчас кажется Так расслабленно На самом деле здесь Продолжается еще Ну здесь не до конца демократия Здесь вообще Черт и что творится Посмотрите Примерно фильм Зе Леди Там вот немного объясняется Ситуация Ну или вообще на википедии Думаю можно почитать У тебя очки кривые Фэйшн Ты моя Принцесса Вот я тоже чувствую Что вот ухо Ты их погнула где-то Думаешь? Да Ну и моя жена Без очков больше нравится Солнце вот очень яркое Прям ах В общем вот эта штука Ее длина 4 километра И чтобы пройти ее вот вокруг Это очень долго И я думаю что это еще и очень не интересно Тем не менее мы сейчас найдем вход Войдем внутрь и посмотрим Ну кстати многие спросили А вот Вы в Мьянму поехали? Что это вообще? А чего вы там? А чего вы туда поехали? Почему-то мне кажется что Мьянма это не такая распространенная страна для посещения Ну как например Лаос, Камбоджа Ну оно и так Потому что Лаос, Камбоджа Хоть и бедные страны По сравнению с Таиландом Они более благополучные чем Мьянму Плюс в Мьянму нужна виза Ну около Сколько она стоит? Около 800 рублей на человека Какие-то заморочки И люди конечно выбирают другие страны Где виза ставится по прибытии к прилету На границе Но чем меня заинтересовала пирма То что она все-таки религиозная Здесь буддизм Здесь много таких объектов храмовых Хотя эти объекты Они не сказать что очень чистые Здесь еще очень мало всего сделано для туристов И в целом да Она как бы натикает Те любители гостики, которым нравится такой хардкор Как ездить на быках например Или там не знаю С людьми разговаривать Которые ничего не понимают по-английски Им нравится А вообще да Как бы такое место С очень многими вопросами скажем так Я просто думала что сюда бэкпекеры такие едут Но на самом деле здесь много таких туристов Кто с большими чемоданами А бэкпекерам здесь не очень удобно Бэкпекерам удобнее в Индии например Да Где есть такой транспорт Да И где есть сервис Вот именно Где есть все для бэкпекинга То есть где есть очень дешевые варианты Переночевать Покушать Здесь есть Но Не знаю В целом мне кажется Сюда едут больше европейцы Которым Просто уже надоело Все это Такое Сильно обустроенное Которые хотят именно Посмотреть Как это может быть в альтернативе И мы сюда приехали посмотреть Как это может быть в альтернативе Да Слово сказать Англичан и французы Очень много Французов Не знаю почему Мне кажется Люди в основном Едут сюда еще за новым опытом Вот Знаете если вы видели везде Ну обезьян Окей Обезьяны Храм Окей Храм Уже всю Азию проехали А здесь оно такое самобытное Простое Другое Немного Непривычное возможно За тех же Какие перелеты Здесь на каких самолетах Здесь Страна Это Живое Воплощение Живая история Того Во что может превратить Целое государство Военная фунта Ее диктатура Авторитарная За каких то там Не знаю Сколько Сколько она тут Меньше 100 лет по моему Ага То есть когда то это было Во времена Колонизации Британии Это была самая Просветающая страна Это была самая Богатая страна Юго-Восточная Азия А в что она превратилась сейчас То есть это самая бедная страна С самой слабой экономикой С очень таким жестким режимом Который сейчас Да действительно Получил послабление Потому что В 2012 году Демократическая партия Заняла там Большинство мест в парламенте И сейчас вот эти вот Положительные взвиги Образовались Вот до этого Это было вообще Очень печальное государство Если вам совсем стало скучно В Мьянме Или в Мандалай Конкретно Вы можете подниматься И с культурой Что-то очень странное Это правительство Настроило Для популяризации Здорового образа Каждый житель Мьянмы Может позволить себе Прийти сюда И заниматься спортом Сколько хочет А это что такое? Крутить? Качать эти бицепсы Ну и как? Короче, погрути Часа три И я думаю, ты почувствуешь эффект Билетики И вообще достопримечательные Мьянные Достаточно дорогие Сейчас мы, например Заплатили 10 долларов За человека По 10 тысяч киат А в Багане Чтобы посмотреть закат Мы сплатили 15 долларов Причем Потому что было странно Да, но они обычно Включают в себя Какие-то несколько Броссоверенчательностей В том так, что Чаще всего посещаешь Только одну Сейчас мы пойдем во дворец И вот он вход Ходить можно только Вокруг дворца По одной дороге Обозначенной Фотографировать можно только Вокруг этой дороги Никуда лазить Никуда заходить нельзя Это или свадьба Или что-то Типа традиционное Скорее всего это свадьба Позу делает Ставит девочкам Как можно красиво Перферс Невеста ко мне подошла Я такая лыбнулась Мол Ударилась Так я ей немного Глазами Посочувствовала Ну не то что Посочувствовала Есть такой Контактов взгляд Когда Я тебя понимаю Да Здесь надо снимать обувь И чтобы идти дальше А это какие-то правители Я так понимаю Да Да Король Виндон И его Королева Садкаюрдави По-моему так Мы вошли в королевский дворец На его территорию Он весь деревянный Покрыт Золотой краской Вот это все Вот это все Деревянное Все деревянное Ну а дети в домик играют Там В короля королевых На самом деле Это немного небезопасно Ходить по дереву босиком И почему-то они в обуви И вот они в обуви И они в обуви Что-то не так Теперь вернемся Систему Рор Я же говорю Опасно ходить по гвоздям И по дереву босиком Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот мода недалеко ушла в принципе Вот сегодня у нас в таких жакетах По-моему в отеле Приветствовали Тут мода и поэтому на меня тоже все смотрят А как же я одета У меня тут плохой пейс Боком то нормально будет так В общем место очень хорошее для фотографий Очень много интересных локаций Ну советую Да Если хочется поснимать здесь классно Ну в целом ну как бы так Ну вот ради дворца стоит прийти на самом деле побродить Просто здесь тихо Здесь нет машин Здесь так спокойно Мне так вот это нравится Вот отдохнуть Но с другой стороны Вот эти все домики Они все примерно одинаковые Ну да Вот там вот единственный выставочный зал Есть маленький И все в общем то И все примерно одинаково Ну что там дети прикольные Да да Вот поразглядывать людей здесь классно А сейчас на башенку еще поднимемся Ну я на самом деле бы советовала сходить Если у вас есть время В Мандалая почему бы нет Пофотографироваться спокойно Побродить Купить с собой водички Бананчиков Можно здесь Ну есть здесь нельзя Но так Где-нибудь по-тихому Где-нибудь по-тихому строить пикничок Я думаю можно Вот это все Из дерева Вот это все золотое дерево Дерево позолоченное Тисует Что-то жмет у него Печенки жмет Печенки жмет Печенки жмет Печенки жмет Печенки были бы моими Башня-то тоже деревянная Деревянная башенка Но я надеюсь внутри как бы прочная конструкция ВОСТОРМА Тут талпу идут Спасибо Иду для меня Далее Идешь 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 Ступеньки Ступенька – это тренд в нашей последней азиатской поездке. Такой мини-город правителя и его родственников. А что он потом их всех убил? Ну, родственников-то, да, замочили. Кто здесь жили, да? Да нет, здесь жили, наверное, не родственники. Поедете на яму, щели какую-нибудь желтую одежду, будете сгренивать. Как пагодки. Громкий. То есть город отсюда вот плохо видно. Вот мы, где живем, там город очень хорошо видно все здания. А здесь такое уютненькое. Ну, когда-то и города, наверное, не было. Ну, там так деревья. Не, ну, они, видишь, как оставили. Очень уютненькое место. Представляешь, что вокруг дома были, машины ездили. Вот тут территория такая, по 4 километра с каждой стороны. Ну, очень уютненько. Кто у тебя с девочки сфотографирует? Я ее снимаю. А? Она смотрит? Сфотографирует. Верну. Экап. Сфотографирует. Ну, а не стесняется. Давай. Ты кто там? Да, стесняется. Я тоже по ней я даю. Давай. Давай. Устал, устал. Несут его, все, напомнился. Пол очень холодный. Господи, ребята, готовьтесь к поездкам. Готовьтесь. Мне кажется, что парни просто хотят есть. А вот идиот. Мой номер санжа.